Сегодня тоже поделиться некоторыми мыслями и свою проповедь я хочу назвать так. Три огня. Братья и сестры, каждый из нас встречается с этими огнями. Каждый, безусловно. И дай Бог, чтобы каждый из этих огней, он произвел правильное действие в нашей жизни. Итак, я начну с первого огня, о котором говорит нам первое послание Петра. Я буду читать 4 главу с 12 стиха. Написано, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его, возрадуйтесь и восторжествуйте. И дальше. Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженны, ибо дух славы, дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Итак, братья и сестры, первый огонь, которого не избежать ни одному из нас. Это огонь страданий, это огонь искушений. Или можно еще сказать огонь испытаний. Интересно, что если мы посмотрим на оригинал, то есть на греческий текст, то греческий текст может иметь еще один перевод. Я не говорю о том, что здесь неточный перевод, но просто послушайте, как это еще может быть переведено на русский язык. Огненное искушение звучит еще как горение в вас. Поэтому огненное искушение – это не только воздействие извне. И апостол Иоанн впоследствии напишет, что в страхе есть мучение. Друзья мои, мучение бывает даже не в том, что происходит вовне нас. А самое большое мучение, самое большое переживание, искушение бывает то, что человек переживает внутри. Потому что бывает, внутри человек переживает страхи, сомнения, и иногда даже приходят к верующим людям богохульные мысли. И это можно назвать в истинном смысле слова огненное искушение. Один проповедник, он уже ушел в вечность, вспоминает такой случай, который произошел с ним в молодости. Он говорит, это произошло буквально после того, как Бог крестил меня Духом Святым. Казалось бы, все хорошо, надо радоваться, молиться, исполняться Духом. Но, говорит, вдруг стали приходить богохульные мысли, стали приходить различные сомнения в мой разум. И он говорит, я понял, что это настоящая борьба. И иногда эта борьба становилась просто невыносимой. Он говорит, особенно страшно мне было, когда я ложился спать, потому что, когда человек засыпает, он расслабляется. И я боялся, как бы в этот момент не расслабиться и не похулить Бога. Это была ужасная борьба. И он говорит, пришло к тому, что я просто обессилел и пришел и рассказал об этом в церкви. Я сказал, братья и сестры, помолитесь за меня, я уже просто не могу. Такое сильнейшее искушение. И когда церковь помолилась, то это искушение прекратилось. Слава нашему Господу. И мы, бывает, переживаем такие вещи, когда вдруг внезапно начинают приходить сомнения, может быть, какие-то нехорошие мысли. И даже в адрес Бога, в адрес церкви, в адрес нашей веры. И мы понимаем, что нас постигло в этот момент огненное искушение. И нам нужно в этот момент с вами устоять. Но, конечно, это искушение может быть и извне. И когда Петр писал это послание, то это огненное искушение, о котором он говорит, это было буквальное событие. Дело в том, что в то время, когда он писал, у власти был такой небезызвестный император Нерон. Этот человек отличался чудовищной жестокостью. И когда этот человек, будучи очень таким душевным и, как он считал, возвышенным, поэтичным... Кстати, он писал очень много стихов, прекрасно играл на арфе, был прекрасным артистом, сам даже ставил различные спектакли, играл в ней главные роли. И было очень трудно разобраться, то ли он играет, то ли он на самом деле такой. И вот этот человек, смотря на свой столичный город Рим, испытывал отвращение к этому городу. Ему казалось, что это ужасный город. И он, как художник, как творческая личность, думал, что он бы построил этот город совершенно иначе. И поэтому он пошел на такой ужасный жестокий шаг. Этот город был подожжен. И этот город полностью сгорел. Братья и сестры, вот трудно, может быть, себе это представить, но давайте попытаемся хотя бы на мгновение это представить. Когда этот город горел, и люди во мгновение просто теряли свои дома, теряли своих родных, теряли все свои сбережения, имущества, была истерика, кто-то, может быть, сходил с ума от этого горя. И историки говорят, что в этот момент Нерон стоял на одной из возвышенностей, играл на своей арфе и безмерно радовался, что наконец-таки его план осуществился. Это был очень жестокий человек. И даже многие люди сегодня говорят, что это просто был одержимый человек. И чтобы впоследствии сохранить свою собственную жизнь, он полностью в этом поджоге обвинил христиан. Христиан стали уничтожать просто сотнями, тысячами. Их бросали на арены, их съедали дикие звери. А еще возлюбленное действие Нерона заключалось в том, что вдоль его дороги, на которой он ездил на своей колеснице, были поставлены живые факела. Это были столбы, которым были привязаны христиане, и их ночью поджигали. Он ехал на колеснице, и эти живые факела освещали ему дорогу. И интересно такое свидетельство того времени, что когда Нерон проезжал мимо одного такого живого факела, то вдруг внезапно вместо слов проклятия, а я хочу это особо отметить, потому что в то время, когда людей казнили подобным образом, многие уже не стесняясь могли хулить и злословить даже императора. Но вдруг вместо этих слов хуления он услышал из этого пламени гимн и словословие Господу. И в этот момент его сердце дрогнуло, и говорят, что это был один из поворотных моментов его жизни, потому что он понял, что он никакою силою не смог победить христиан. Слава нашему Богу! И эти люди умирали в буквальном смысле слова. Они сгорали на кострах, и это были живые факела веры, потому что эти люди предпочли остаться верными Богу, нежели предать своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, что впоследствии во всей истории христианства, эта история повторяется, может быть, не в таком плане, что не горели люди, но всегда и написано так, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Один человек, он китаец по национальности, он уже ушел в вечность, и говорят, что примерно треть своей жизни он провел в тюрьмах, в лагерях. У него была очень сложная судьба тоже. И когда начинался его христианский путь, он учился в одном из лучших университетов. Он получил прекрасное образование, и впереди была карьера. Его ведущий преподаватель был очень известный ученый, и этот человек гордился, что у него такой преподаватель. И вот он уверовал в Господа. И они сидят за одним столом, обедают, и он взял и исповедовал этому преподавателю свою веру в Иисуса Христа. И этот преподаватель, рассказывает этот китаец, «Посмотрел на меня и с такой извительностью сказал, «Жаль, молодой человек, мы на вас возлагали большие надежды». И он говорит, когда он это сказал, первое мгновение я почувствовал себя очень жалким. Вдруг предо мной пронеслась вся моя учеба, все мои цели жизненные, я понял, что я все потерял. Мне стало очень больно в сердце, и даже такое чувство, как будто бы бесцельно теперь будет проходить жизнь. Но вдруг, в следующий момент, он говорит, я почувствовал, реально почувствовал, пережил, как на меня сошел Дух Божий. Братья и сестры, вы знаете, что это по Писанию? Я сейчас вам прочитал это. Еще раз повторю эти слова из послания Петра, «Что вы блажены, ибо Дух славы и Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». И он говорит, я понял в этот момент, что я прославил Господа, и на мне прямо сейчас почил реально Дух Божий. И в этот момент я, говорит, смотрю на этого преподавателя, и уже смотрю совершенно другими глазами. Я понимаю, что я человек, которому Бог подарил вечность, мне открылось небо, а передо мной сидит, может быть, очень известный, знаменитый ученый, но очень жалкий в своем состоянии, потому что он идет в преисподнюю. В этот момент пришел Дух Божий, который подкрепил и утешил сердце этого человека. Слава Богу нашему. Братья и сестры, мы, наверное, переживали подобные вещи. Может быть, сейчас нас не гонят, как это было раньше. Может быть, нас не закрывают в КПЗ. Может быть, нас не разгоняют и не прогоняют с этого молитвенного дома. Но так или иначе мы встречаемся с людьми, которые не понимают нас, мягко говоря. Может быть, они смеются над нами. Может быть, они уничижают нас. Может быть, мы встречаемся даже с физическим каким-то противлением. Но при всем этом давайте будем помнить, братья и сестры, мы имеем богатство, которое не имеет этот мир. Слава Богу нашему. Мы имеем вечность, мы имеем небо. Нам Бог это подарил. И сам Бог сегодня стал нашим отцом. Поэтому мы поем такой псалом. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Слава Богу нашему. Есть еще один огонь, о котором говорит Писание. Это огонь греха. Ну, если смотреть в контексте, можно было бы сказать, как огонь обольщения. Но я назову огонь греха, потому что ни одно обольщение не рождается без греха. Поэтому всегда в корне грех. Я прочитаю сейчас это место. Это будет книга Левит, 10 глава. Буду читать с первого стиха. Я думаю, что мы хорошо знаем эти события. Но давайте вспомним. 10 глава, книга Левит. «Надав Иавиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кодильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он, то есть Бог, не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Аарон, написано, молчал, потому что он понял, что произошло. Он был первосвященник. Итак, братья и сестры, можно было бы еще назвать, например, этот огонь, как, ну, допустим, чуждый огонь, да? Но обратите внимание, почему это произошло. Дальше, когда мы читаем эту главу, с 8 стиха читаю. «И сказал Господь Аарону». Смотрите, уже Господь начал с Аароном говорить. «Говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинье собрания, чтобы не умереть». И вы знаете, что, по всей видимости, эти молодые люди просто вошли в нетрезвом состоянии. Поэтому они смогли себе позволить то, чего не должны были себе позволить священники. Они взяли совершенно не тот огонь. Они пришли со своим огнем. Это не был огонь жертвенника. И поэтому Божий огонь поразил этих людей. Если мы сейчас посмотрим вокруг нас, я думаю, что не надо доказывать. Мы все это прекрасно видим, что, например, огонь греха, он умножается вокруг нас. Его становится все больше, больше и больше. Иногда некоторые дети Божьи по этой причине даже паникуют. То есть некий страх, некий дискомфорт начинают испытывать, осознавая, что настолько сегодня силен этот огонь, настолько сегодня сильно противление этого мира, этого греха. И кажется, как устоять? Мы очень переживаем, допустим, за своих детей. Мы очень переживаем за внуков и так далее, и так далее, и так далее. Мы думаем, как устоять? Как еще в это время успеть привести и их к Господу? Я не буду сегодня вдаваться, может быть, сильно в подробности, потому что обольщение существует тысячи, миллионы. Я приведу один пример, этого достаточно будет. Какое мы сейчас время живем? Вы знаете, братья и сестры, что уже в конце 20 века насчитывалось несколько целых конгрессов. Это не просто конференция, семинар. Конгресс, где по несколько тысяч человек собирались. Знаете, как назывались эти конгрессы? Эти конгрессы назывались Конгресс Мессии. И туда собирались по нескольку сот человек, и каждый из них называл себя Иисусом Христом. Вы можете себе представить, до какого безумства сегодня уже все дошло? Это не просто увидеть какое-то лжеведение или так далее. Друзья мои, сегодня уже сотни тысяч лжехристов. Реально. Они уже проводят свои конференции. И как им в голову только не придет, что их так много. Кто же из них истинный? Но они на полном серьезе собираются. Они проводят свои конгрессы. Каждый, может быть, изрекает какие-то пророчества. Сегодня мы явно живем в последнее время. Я помню, однажды Бог показал нам такое видение. Мы молились за молодежь. И Бог показывает угли, горящие, раскаленные, по которым некоторые молодые люди идут босыми ногами. Вы знаете, вот, например, в такой стране, как Болгария, существует такой языческий обряд. Ходить по огню. Это языческий, греховный обряд. Он связан с демоническими силами. И Бог показывает, как некоторые из молодежи идут босыми ногами по этому огню. Они травмируют свои ноги. И звучит голос Божий. Бог говорит, этот огонь не мой огонь. И мы сегодня, к сожалению, видим это. Мы очень часто повторяем. Мы говорим, братья, сестры, не делайте этого. Мы говорим, братья, сестры, не переходите эту границу. Но мы видим, что все. Тем не менее, некоторые люди идут на эти угли. Люди идут в этот огонь. Я помню эту ситуацию, когда я имел дело с одной молодой сестрой. У ней очень хорошо начался путь. Она очень воспламенилась любовью к Богу. Но со временем я заметил, что ее лицо стало какое-то безжизненное, безрадостное. Вот, братья, сестры, мы иногда говорим об этом, но не потому, что мы харизматы. Когда у нас безрадостные лица, это тоже тревожный сигнал. Я понимаю, разные бывают моменты в нашей жизни. Бывает и поплакать надо. Это бывает? Бывает. Мы все это понимаем. Но когда всегда человек в таком состоянии, что-то ненормально с ним. Я подхожу к ней, у меня тревога и говорю, сестра, у тебя все в порядке? Она говорит, все хорошо. Все хорошо. Я молюсь. Все отлично. Но я понимаю, что не все хорошо. У меня тревога в сердце. Я пытаюсь с ней беседовать. Иногда нам приходится уже какие-то наводящие вопросы задавать, просто так щадяще, чтобы никак не оскорбить человека. Но тем не менее, все равно оскорбилась и говорит, как ты вообще обо мне можешь такое подумать? Но проходит буквально несколько дней, я приезжаю в эту местность. Она подходит ко мне буквально перед собраниями и говорит, брат Роман, объявляй сегодня в собрании отлучения. Я согрешил. Смотрите, в ее сердце загорелся чуждый огонь. И так как она не предпринимала никаких попыток противостать, этот чуждый огонь что сделал? Он вытеснил Божий огонь. И смотрите, перед нами сегодня нелегкая задача, согласитесь, вокруг нас полыхает этот огонь, везде полыхает этот огонь. Но наша задача не впустить этот огонь в наше сердце. Помоги Господь. Братья и сестры, это нелегкая задача. Но с Богом все возможно. Слава Богу за это. Поэтому я сейчас подхожу к третьему огню. Это благословение наше. Это, конечно же, огонь Святого Духа. Я читаю Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель говорит, я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Сегодня есть разные комментарии на это место. Ну, допустим, некоторые утверждают, что огонь, о котором здесь идет речь, это огонь страданий. Я не буду с этим спорить. Возможно, это и так. Но если даже посмотреть в контексте этот стих, друзья мои, мы не сможем, согласитесь, мы не сможем пройти через огонь страданий, не имея огонь Святого Духа. Поэтому я убежден в том, что здесь речь идет и об огне очистительном Святого Духа. Тот, который воспламенил наше сердце и воспламенил настолько, друзья мои, что если он будет там гореть, никакой мир с его грехом не победит. Потому что тот, кто в нас написано, больше того, кто в мире. Слава Богу нашему. И мы отдаем себе отчет в этом, когда мы говорим о том. Но мы отдаем отчет в том смысле, когда мы действительно с вами исполняемся Духом Святым. Я помню, Виктор Иванович рассказывал о своей юности. И когда ему было 15 лет, он пережил такой трогательный момент в своей жизни. Виктор Иванович Белых. Он говорит, Бог меня крестил Духом Святым. И он говорит, это было такое потрясение, глубочайшее потрясение. Говорит, я долго молился, я не мог остановиться. Реки воды потекли. И в этот момент я начал пророчествовать, я начал петь Духом. Это было сильнейшее посещение. И когда, говорит, я вымолился, стою весь в слезах. Атеистическое государство. Я так прижал к сердцу Евангелия и говорю вслух. Все говорят, что Бога нет, а Он живет в моем сердце. Слава Богу нашему. И сегодня, когда мы это знаем, мы это пережили, друзья мои. Никто нас уже не сдвинет с этого пути. Потому что в нас есть нечто большее. Мы это познали. Друзья мои, молодежь, я особенно к вам обращаюсь. Вы сегодня иногда мечетесь. Вы на перепутье. Почему? Потому что причина простая. Вам надо вкусить, как благ Господь. Вам надо исполниться Духом Святым. И вы поймете, что все остальное в сравнении с этим блекнет. Это абсолютное ничто в сравнении с тем, что дает Божий Дух. Слава Богу нашему. И мы сегодня все имеем возможность припасть к этим источникам. Помню, несколько лет назад у нас была одна сестра. Очень сильный такой сосуд. Она уже тоже ушла в вечность. И когда мы молились, вот так братья все собрались, вдруг во время молитвы она говорит, братья, я вижу сейчас видение. И она рассказывает, я вижу такое видение, я вижу Божий народ идет. И его путь подобен туннелю. Представляете, да, что такое туннель? То есть получается, что влево и вправо не уклонишься. То есть ты можешь идти только в направлении туннеля, или ты можешь возвращаться назад. И вот я вижу, идут люди. Идут люди в белых одеждах. И я вижу, как некоторые заходят, там впереди, значит, уйти огонь. Некоторые заходят в этот огонь, и они, знаете, как восковые фигурки расплавились и просто вообще исчезли. Но некоторые заходят туда в белой одежде, и когда они проходят через этот огонь, их одежда стала еще белее. Слава Господу! Смотрите, сила вражи не повредит. И мы понимаем, что это именно те люди, которые имели праведность и имели святость и имели благодать Святого Духа. Потому что без благодати Святого Духа невозможно сохранить святость и праведность. И поэтому, когда они встретили на пути огонь, они вошли в этот огонь. Этот огонь не повредил им. Друзья, нам надо не огня этого бояться, но нам надо бояться того, чтобы не потерять огонь Святого Духа. Степан Григорьевич Костюк, он нас часто посещал в свое время. Мы очень благодарны за это Господу. И этот человек однажды делился с нами, с молодежью, и он так просто рассказывал о своем тюремном заточении. И он так просто сказал. Потому что всех, конечно, беспокоил этот вопрос, и мы очень волнуемся, когда об этом думаем. А он так посмотрел на нас, так по-отцовски и говорит, не бойтесь, братья и сестры, не страшно. Не страшно. Не бойтесь. И как сказал один брат, говорит, когда я зашел туда в камеру, и первое, что увидел, люди там сидят. И я понял, здесь, оказывается, тоже люди. Значит, можно жить. Друзья мои, это не самое страшное, что может произойти. Я сейчас возвращаюсь к примеру, который же рассказал. Это сестра, которую мы объявили на отлучение. Вы знаете, прошло уже больше 15 лет. Только на моей памяти, а сколько еще она приходила без меня, когда я был в отъезде, но сколько я уже помню, раз 10 как минимум, эта сестра приходила в собрание, даже на колени падала, слезно просила прощения, и опять отправлялась в мир, и еще больше и больше погружалась в грех. И она настолько погрязла в грехе, что сегодня уже просто трудно разобрать, с кем она уже только не жила. Друзья мои, иногда меня просто ужасает такая мысль. Я так смотрю на все это и думаю, а может уже покаяния и нет. Я просто содрогаюсь от этой мысли. Я думаю, насколько это страшнее, если Божья милость отступила от человека. Насколько это страшнее, если Дух Божий отошел от человека. Кто нас тогда, скажите, спасет? Кто тогда нам поможет? Но если мы с вами имеем это, если мы храним этот благодатный огонь Святого Духа, друзья мои, что бы мы ни встречали на пути, Бог поможет нам. Бог не оставит нас. И Бог силою Своею проведет через все испытания. Пройдем и через огонь искушения, пройдем и через огонь греха, и Он не повредит нам. И мне хотелось бы сегодня молиться вновь, искать Бога, чтобы огонь Божий, огонь Духа Святого не иссяк. Будем искать его. Помолимся Богу.